Всем привет, друзья! Вы на канале Экспер Авид. Меня зовут Виталий и я продолжаю играть в фраг про шутеры. У нас, ребят, вышло обновление. Обновление, в котором нам добавили нового персонажа Crystal, а также ивент, благодаря которому, ребят, мы и сможем заполучить данного персонажа. То бишь, мы просто проходим абсолютно весь ивент, забираем все ништяки и последняя ништячка наша, это именно наша героиня. В принципе, ничего такого сверхъестественного нету. Просто заходим и играем и заполучаем. Еще один момент. Crystal, оказывается, ребят, легендарная карта. Я думал, она будет редкая или эпическая. Ни хрена подобного. Я ошибся по всем фронтам. Поэтому, ребят, давайте сейчас изучим данного персонажа. Сам еще не знаю, что он делает, что из себя представляет, поэтому будем знакомиться вместе с вами. Значит, зовут ее, понятное дело, Crystal. Видим, как она выглядит. И обратите внимание на ее очки здоровья. Crystal 216. Ребят, это не танк, но это и не какая-то там голимая слабенькая пехота. Слушайте, ну она еще чуть-чуть. Честно, это реально танк был бы. Причем такой нехеровый танк. Никто не знает, откуда появилась Crystal. Она приходит после первого снегопада и не уходит, пока не растает последний снеговик. Вот так вот, друзья. У нее иммунитет к механизированным. То есть, механизм. Ну, прикольно. Ну, в принципе, это, наверное, типа вот этих, которые, знаете, я не помню, как называется. Чувак, который стреляет головой. То есть, к таким, как бы, да, персонажам. Так, урон в секунду на у нее сразу 57, 66. Ну, достаточно-таки неплохо. Скорость стрельбы тоже довольно-таки вроде как нормальная. Значит, ребят, у нее есть ледяная рука. Стреляется с ульками на дальнюю дистанцию. Это дальняк, ребят. Боеприпасы у нее бесконечные. Скорострельность 100, радиус. Слушайте, это, ну, это дальняк получается. И она сама по себе тоже механизированная. Ну, довольно-таки неплохо. Так, прыжок сталактика. А, сталактита. Что за сталактит? Такое ощущение, как будто заболевание какое-то. Прыгает и зависает в воздухе. Целится в противников. Затем обрушивает на них и наносит мощный урон. Знаете, мне это напоминает. У нас есть один персонаж, который тоже взлетает, получается, на более высшую позицию. И, типа, мы целимся и стреляем. А, Влад тоже на своем смерче может делать нечто подобное. Ну, не знаю. Пока мисс поиграть мы за этого персонажа не можем. И пока мисс должны ее только заполучить. Ну, ребят, кстати, вот сейчас хочу кое-что еще проверить. Дело в том, что до обновы именно сегодня я заходил в игру, у меня лагало. Я не знаю, ребят, напишите мне в комментарии, у кого еще лагало. Я хочу проверить именно сейчас, будут ли сейчас помехи или же нет. И да, ребят, напишите в комментарии, как вам новый персонаж. Понятное дело, вы за нее еще, скорее всего, не играли. Но вот именно вот ее способности изучили, посмотрели и свои предположения. Пишите. И не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал. И да, ребят, огромное, вот огромное спасибо подписчикам именно Фрага. Потому что, ребят, когда я вас попросил о том, что вы посмотрели рекламу, да, брать ролики монетизации, то я очень сильно удивился. Потому что вы, ну, реально насмотрели рекламу. И огромное вам спасибо. Если будете продолжать так же, то Фрага будет гораздо больше. Ладно, что мне надо делать? Нажать, наверное, на этот ивент. Ага, вот так вот все. Выберите подарок. А, то есть я прямо сейчас могу еще какой-то подарок себе выбрать? То есть, типа, тупо бесплатно или что? Ага, у меня еще нет звездочек для того, чтобы это все выбирать. Кредиты, правила. Давайте посмотрим правила. Кристалл. Это легендарная карточка, эксклюзивная для событий. Она будет выпущена только через несколько недель после окончания события. Не упустите шанс получить ее прямо сейчас. Вот так вот, друзья. То есть, мы потом сможем ее заполучить, но спустя некоторое время. Используйте подарочные кредиты, чтобы получить потрясающие подарки. Открыв подарок, вы получите звезды, которые помогут приблизиться к большому призу Кристалл. Проверяйте статус события каждый день. Среди подарков будут доступны новые события, предложения дня. Вы можете завершить события больше... А, вы можете завершить события больше одного раза, чтобы собрать больше наград и больше копий. Слушайте, ну, неплохо. Я вам хочу сказать, очень даже неплохо. Ну, сюда я точно ссуваться не буду. Ежедневный подарок. Я вот сейчас получил. Отлично. Победы дня 9. За каждую победу получаете 15 кредитов этих. Ну, 15 этих вот ящичков или как они там называются. Окей. Так, значит, я могу типа... А что здесь? А, то есть, смотрите. Здесь я могу за 36 подарков 15 звездочек. Короче, разбираться надо, ребят. Я пока ничего не помню. То есть, здесь я как бы особое предложение дня заполучить то-то это... Нет, давайте, наверное, пока миссия это выбирать не буду. Тем более, здесь персонажи, которые мне не нужны. Ладно, а как играть теперь? Ну, окей. Вот я хочу поиграть, да? А, или тут без разницы. Просто надо идти, играть и все. То есть, не просто надо отправиться в бой и не более того получается. Ну, я так понимаю. То есть, я нажимаю сюда. Здесь нету типа идти в бой. Получается, все, что мне нужно сделать. Давайте я сюда все-таки нажму. Что будет происходить? А, нет. У меня пока миссия это все недоступно. Ладно, давайте сыграем. Так, а что у меня там по пачке? Ладно, давайте таки оставлю. Пусть таки будет. Ой, давайте я открою сундук. Ребят, просто обычно я обзоры леплю как? Я, бывает, могу изучить обзор, если он реально огромный. Если он огромный, много о чем надо рассказать. Когда обзор маленький, да? Ну, маленькое обновление, то и обзорчики у меня обычно спонтанные. То есть, я вместе с вами стараюсь обо всем не узнать. В принципе, вы как раз видите мою первую на всю тоже реакцию. Так, ладно, это мы заполучили. Здесь у меня что? Ой, здесь не хочу рекламу это смотреть. Ладно, давайте нажимаю сражаться. И я надеюсь, сейчас будет не наша новая локация. Хотелось бы по-быстрому нормально отыграть. Без никаких лагов, без никаких проблем. Потому что я удивился. Реально, у меня сегодня опять был лаг. Я не понял прикола. Я даже немного... Ага, новая локация. Я даже немного разочаровался. Так, ну я надеюсь, что сейчас будет все нормально. Да, вроде бы все нормально. Ребята, а что вы там встали, застыли? О, как там рванули. Ох, меня не заметили. Отлично. Правильно, меня здесь нет. Ладно, надо по-быстрому затащить эту катку, чтобы просто определиться с тем, то есть обычные катки идут за ивент или все-таки нет. Я бы такой и сундучок скинул бы, но пока миссия этого делать, наверное, все-таки не буду. А хотя давайте скину. А, вон он. Чертик где. Ладно, давайте на кого-то перейти. Давайте на робота перейду. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как у вас тут много? Мне нужен мой... Мой сундук. Мне нужен просто мой сундук, ребят. Так, как вас атаковать? Давайте. Ладно, переключимся пока миссия. Никого? Там все затащили, да? Отлично. Отлично. О, мой уже поднялся наверх. Давай, чувак, я в тебя верю. Недаром я тебя вернул в пачку. Куда ты пялися? А, это мой был? Это был мой. Ладно, что я здесь вообще с ними танцую, если можно пойти и просто взять и затащить? Ладно, там ребята, короче, тащат. Давайте здесь кого-нибудь все-таки убью. Пошел к чертям. Ох. Не-не-не, мне нужен этот килл. Мне нужен этот килл. Стоять, куда ты? О, что за автонаводка странная, тупая была. Давай. Убил? Затащил. Отлично. Нормально. Так, это победа, ребят. Это победа, определенно победа. Вот, видим, я получил. Да, я получил 15 подарков. Значит, все оно засчитывается. Отлично. То есть, мы просто идем в катку и у нас сразу идет два ивента. То есть, мы можем, получается, как и вот эти сундуки подбирать, сбрасывать, так же самое и получать свои кредиты непосредственно за победу. В принципе, довольно-таки простенький будет ивент. Я думаю, не сочтет сложности ни для кого его пройти. И на этом, наверное, ребят, будем заканчивать видео. Поэтому, друзья, вы были на канале Экспера Вид. Подписываемся на мой канал, подписываемся на мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok